Беседа о грехопадении Когда Бог сотворил первых людей, то увидел, что добро зло есть, то есть человек любовью своей устремлен к Богу, что в созданном человеке нет никаких противоречий. Человек представляет собою полное единство духа, души и тела, одно гармоническое целое. Именно дух человека устремлен к Богу, душа соединена или свободно подчинена духу, а тело – душе. Единство цели, стремления и воли. Человек был свят, обожествлен. Воля Божья именно состоит в том, чтобы человек свободно, то есть с любовью стремился к Богу, источнику вечной жизни и блаженства, и тем самым неизменно пребывал в общении с Богом, в блаженстве вечной жизни. Таковы были Адам и Ева. Потому-то у них и был просветленный разум, и знал Адам каждую тварь по имени. Значит, ему были открыты физические законы мироздания и животного мира, которые мы теперь отчасти постигаем и постигнем в будущем. Но грехопадением своим люди нарушили в себе гармонию, единство духа, души и тела, расстроили свое естество. Не стало единства цели, стремления и воли. Напрасно некоторые желают видеть смысл грехопадения иносказательно. То есть, что грехопадение состояло в физической любви между Адамом и Евой, забывая о том, что сам Господь им заповедал «плодитесь и размножайтесь». Моисей ясно повествует, что Ева согрешила прежде одна, а не вместе с мужем, говорит митрополит Филарет. Как же мог написать сие Моисей, если бы он написал иносказания, которые здесь найти желают? Суть грехопадения состояла в том, что прародители, поддавшись искушению, перестали взирать на запрещенный плод, как на предмет заповеди Божьей, а стали рассматривать его в предполагаемом отношении к себе, к своей чувственности и своему сердцу, своему разумению, с уклонением от единства истины Божьей в многочисленность собственных помыслов, собственных желаний, не сосредоточенных в воле Божьей, то есть с уклонением в похоть. Похоть же, зачав грех, рождает действительный грех. Ева, искушаемая дьяволом, увидела в запрещенном древе не то, что оно есть, но то, чего она сама желает, по известным видам похоти. Какие же похоти открылись в душе Евы перед вкушением запрещенного плода? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, то есть она предположила некоторый особенный, необыкновенно приятный вкус в плоде запрещенном. Это похоть плоти. И что оно приятно для глаз, то есть жене показался более всех красивым плод запрещенный. Это похоть о чес, или страсть к наслаждению. И вожделенно, потому что дает знание, то есть жене захотелось изведать того высшего и божественного знания, которое сулил ей искуситель. Это гордость житейская. Первый грех рождается в чувственности, стремлением к приятным ощущениям, к роскоши в сердце, желанием наслаждаться без рассуждения, в разуме мечтанием кичливого многоведения и следственно проницает все силы естества человеческого. Расстройство естества человеческого и заключается в том, что грех отклонил или оторвал душу от духа. И душа, вследствие этого, стала иметь влечение к телу, к плоти и опираться на него, а тело, потерявшее эту возвышающую силу души и как само созданное из хаоса, стало иметь влечение к чувственности, к хаосу, к смерти. Потому и результат греха есть болезни, разрушение и смерть. Ум человеческий помрачился, воля ослабела, чувство исказилось, возникли противоречия и душа человека потеряла целеустремленность к Богу. Таким образом, приступивши за предел положенной заповедью Божьей, человек уклонил свою душу от Бога, истинного всеобщего сосредоточия и полноты, образовал для нее ложное средоточие в ее самости, заключил ее во тьме чувственности, в грубости вещества. Расстройство человеческого естества первородным грехом. Оторванность души от духа в человеке, который и теперь имеет влечение к чувственности, к похоти, ясно выражены в словах апостола Павла. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Человек постоянно имеет в себе угрызение совести, сознавая свою греховность, преступность. Другими словами, поврежденного и расстроенного грехом естества своего, человеку собственными силами, без вмешательства или помощи Божьей, восстановить невозможно. Поэтому потребовалось снисхождение или пришествие самого Бога на землю, воплощение Сына Божия, принятие на Себя плоти, для воссоздания падшего и растленного естества человеческого, для спасения человека от гибели и вечной смерти. Субтитры создавал DimaTorzok